В Чувашии участились случаи детского травматизма при спуске с горок на ватрушках и ледянках. Основная причина – катание в неположенных местах. Только с начала года в травмпункт Республиканской детской клинической больницы обратились 470 человек. Тюбинги или ватрушки остаются на пике популярности. Но безобидная на первый взгляд зимняя забава – катание с горки – может обернуться серьезными последствиями и травмами. Из числа обратившихся в детский травмпункт по поводу травм, полученных при спуске с горок на тюбинги, обращались в процент в соотношении до 60-70% обратившихся. Из них, если можно посчитать, где-то человек 30-40 были с травмополученными при катании на ватрушках. Мест оборудованных для катания на тюбингах не так много. Безопасно скатиться с горки можно возле монумента матери-покровительницы в парке Амазония, парке Николаева и в Лакреевском лесу. Поэтому большинство травм дети получают, катаясь в неположенных местах. Этому пациенту 6 лет. Он очень любит кататься на ватрушке. Вот и в эти каникулы решил составить компанию старшему брату. Катались с ближайшей горы за поселком. При спуске Женя врезался в железный столб. Итог – ушибы, перелом и внутренние гематомы. Будьте осторожны с ватрушками и катайтесь в положенных местах. С начала года при катании на ватрушках уже 16 детей госпитализированы с тяжелыми травмами. Перелом костей и конечностей. То есть обычно перелом нижней конечности, голень, бедро. Компрессионный неосложенный компрессионный перелом позвоночника. Это прыжки на кочках, это довольно-таки много. Черепно-зоговые травмы. Вплоть до тяжелых черепно-зоговых травм, ушибов головного мозга с переломом костей свода черепа. Медики настоятельно рекомендуют для катания на ватрушках выбирать пологие горки. И в специально отведенных местах. Катание на ватрушке эмоционально и очень травмоопасно. Поэтому следует соблюдать простые правила. На спуске не должно быть никаких препятствий. Держаться нужно за боковые ручки. Ноги не должны касаться земли. Богдана Дойникова, Валерий Рязюков, Республика.